Мне всегда казался странным вопрос, откуда взять на что-либо мотивацию, потому что, ну, если ты сам действительно чего-то хочешь, то вроде как и мотивация со стороны дополнительная, тебе не нужна. Но с другой стороны, все люди устроены по-разному, и, возможно, порой дополнительный импульс действительно не помешает. И раз уж этот канал о тренировках и о здоровье, в этом выпуске мотивации будет не то что в вагон, целый состав. Владимир Юрьевич Смирнов, 49-го года рождения, нашему герою 72 года. При этом он не профессиональный атлет, не посвятил всю жизнь спорту. Свои лучшие результаты он стал показывать после 60 лет и сейчас, после 70, все еще ставит личные рекорды. Как он тренируется, почему практикует голодовки по неделе и как уже на пенсии запустил сразу два YouTube-канала о тренировках? Как всегда, обращаюсь к вам, поддержите эту историю лайками и комментариями, потому что я очень хочу, чтобы эта история, пример этого героя, его дисциплины и желание менять себя вне зависимости от возраста, дошли, попали в рекомендованные видео тем людям, для которых это действительно важно. Кто-то просто посмотрит выпуск и поделится своим мнением, а кто-то, возможно, существенно поменяет жизнь. Изначально я рассчитывал записать материал с Владимиром Юрьевичем лично. Увы, пока не вышло. Причины со стороны нашего героя, но в то же время его каналы сами по себе уже внушительный архив его тренировок. Плюс он вкратце рассказал о своей жизни и по моей просьбе уточнил некоторые детали по питанию и тренировкам. Как я и говорил, Владимир Смирнов не из тех, кто посвятил всю жизнь спорту и потому естественным образом сохранил форму до почтенного возраста. Подросткам в 12 лет пошел в секцию спортивной гимнастики. Занимался 7 лет, первый разряд. В общем, до армии был опыт спорта. После службы просто поддерживал форму. Были перерывы в тренировках. Работал электриком, музыкантом, преподавал в музыкальном училище. То есть в плане работы со спортом связан не был. В конце 80-х Владимир Смирнов увлекался эзотерикой. Применял тибетские практики туммо и пхова, то есть практику переноса сознания. Вовлекался элементами паркура и бразильским боевым искусством капоэра. В общем, пробовал разное. Говорит, по молодости, когда тренировался, делал 20-25 потягиваний. То есть хороший показатель, но и близко не те рекорды, которые Владимир Юрьевич стал показывать после выхода на пенсию. Свободного времени стало больше, понемногу освоил монтаж видео и в 2020 году, в том числе по случаю юбилея, решил запустить канал Атлет 70 лет. А после добавил еще один. Атлетичный старец. Смотрим описание ресурса. Канал задуман как мотивирующий для тех, кому возрастные предрассудки отбивают охоту чем-то заниматься. И Владимир Смирнов все подтверждает личным примером. По его словам, по-настоящему регулярно тренироваться он стал только когда запустил канал. То есть примерно в 70 лет. О своих тренировках он говорит «Занимаюсь каждый день. Без фанатизма, но интенсивно. Около часа. Треть времени отвожу на разминку, после отрабатываю выбранные движения. 4-5 раз в неделю перед вторым завтраком совершаю 10 минут приседаний. Получается примерно 350-380 повторений». Ну и о других результатах. В 70 лет Владимир Юрьевич потянулся на перекладине 44 раза. При том, что помним, в молодости 25 раз только было. В общей сложности только провисеть для этого результата на перекладине ему потребовалось больше 4 минут. Кто пробовал длительное время висеть на перекладине, понимает, что это внушительный результат. Сходу так не сделаешь. 61 отжимания на брусьях за подход, отжимания от пола 161 раз, выходы на перекладине, на брусьях, элементы на кольцах, различные прочие отжимания, в том числе на кольцах и на канатах, проходки, подтягивания на одном пальце, акробатические элементы. В общем, результаты впечатляющие. Из травм Владимир Юрьевич помянул давнюю травму, разрыв правого бицепса, получил, когда совершал планш. Стойку в планше на полу. Что касается антропометрии, то, по его словам, до 60 лет при росте 167 сантиметров он весил 69 килограммов. Спустя время сейчас при росте 163 сантиметра 65 килограммов. Кто-то скажет, что такой собственный вес располагает к многоповторной работе и выполнению элементов. Но, во-первых, возраст. Мы помним какой, да? Ну и к тому же, такой фиксированный вес сам собой не образовался. Владимир Юрьевич после выхода на пенсию, прошел год, он как-то обратил внимание, лишний вес немного появился и решил заняться этим вопросом. Далее цитата. На работу и с работы пешком ходил по 3,8 километра. Причем с работы по заброшенной железнодорожной колее по одной рельсе. Начинал буквально с 10 метров. Дошел до километра. Насчет голодания. Владимир Юрьевич говорит, что начал опыты голодания с 90-го года. Доходил до 10 дней. Регулярно голодать стал с 2015-го. В его случае отказ от еды длится 7 дней. Подряд. Повторяется 4 раза в год. Неделя без еды. Только теплая кипяченая вода, иногда чайная ложка соды или есентуки-17. Считаю, должен уточнить, это схема, которая конкретно работает в его случае. Им проверено, отработано за долгие годы и на нем работает. Что касается ежедневного рациона, насчет него у зрителей обычно больше всего вопросов. Многие правильно понимают, что помимо тренировок важно смотреть в тарелку. Владимир Смирнов указал план питания в описании своего канала. Отмечу, разве что два завтрака, но отсутствие ужина и пищевую паузу с 5 вечера до 8 утра. Отбой примерно в час ночи, подъем в 7.30. Опять же, герой нашего выпуска выработал такой план для себя. Не сходу, а за долгие годы взаимодействия со своим организмом и наблюдения за результатами. Интересно, какое мнение у вас будет о рационе Владимира Смирнова и о его тренировках, но результат очевиден. Согласитесь, среди нас немного примеров такого дисциплинированного подхода к работе над телом и питанием. Спросил Владимира Юрьевича, какими результатами он сам особенно гордится. Какие считает наиболее показательными. Как пример, он привел свежее видео на канале Атлетичный Старец. 31 прокат на ролике в полный рост с касанием груди пола. Или запись на другом канале. 72 отжимания на кольцах от грунта. Разнообразные, требовательные к форме и подготовке атлета движения. Различные условия тренировок. Дома или на улице, причем летом или зимой в снег. Это все о нашем герое. Очень необычная история, когда расцвет результатов атлета пришелся на 70 плюс лет. Впечатляющий внешний вид, отличные кондиции, выносливость, результаты. Я на 40 с лишним лет моложе Владимира Смирнова. 44 подтягивания, хоть убей, я не сделаю. И даже, наверное, не провешу на перекладине пока что. Столько, сколько необходимо для неспешного выполнения такого количества повторений. Но при этом сразу такие результаты и не приходят. Это работа, дисциплина и желание делиться своими результатами, кстати, тоже. Сколько есть атлетов из народа с впечатляющей формой, результатами, о которых никто не знает. По разным причинам. А тут сразу два канала со своей аудиторией и ярким примером, что все возможно. Пишите в комментариях, что вы думаете о герое этого выпуска. О его тренировках, питании, о его внешнем виде в 70 плюс лет, да? Долгих лет ему жизни. Спасибо за то, что поделился фактами из своей биографии. Ссылки на оба канала Владимира Смирнова, конечно, я оставлю в описании под этим видео. Подписывайтесь, берите пример или наоборот пишите, с чем вы, возможно, не согласны. Делитесь своими результатами. В общем, очень интересно, какая обратная связь будет от вас. Спасибо, что смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok